Если в японское джиу-джитсу попадают только избранные по клановой системе, то в спортивное бразильское может прийти любой желающий, что и сделал 10 лет назад Дмитрий. С тех пор достиг звания кандидата в мастера спорта. Дважды становился чемпионом России. В последний раз медали завоевал сразу в двух категориях – до 18 и до 21 года. Я в следующем году буду выступать только до 21. И чтобы попробовать, какие соперники будут, как это вообще будет, я решил и там и там участвовать. Причем в старшей категории парень показал результат лучше, как и Ксения. Со всероссийского турнира она привезла серебро и бронзу – подарки к своему 16-летию. И это при том, что джуисткой стала меньше года назад, после травмы, полученной в спортивной гимнастике. Уверена, джиу-джитсу тренирует не только тело, но и голову. Это как игра в шахматы. Ты провоцируешь соперника, и потом это же используешь против него. Там можно, я сделала лично для себя, попыталась провоцировать соперника и сделала ему душающий треугольник, но получилось так, что девочка ушла и тем самым я отдала первое место свое. Последние 10 дней перед турниром спортсмены готовились в авральном режиме. Занимались дважды в сутки. Наши спортсмены более выносливые. По физическим качествам мы не уступаем. Мы даже выиграем и превосходим своих соперников. Плюс закалка наша дальневосточная. Наши дети с характером едут с такой надеждой, чтобы обязательно выиграть. Почему? Потому что очень мы далеко живем. И сейчас у нас не получается часто выезжать на такие крупные соревнования. Победа на России дала нашим джуистам право выступить на чемпионате мира, который пройдет в марте в Афинах. Теперь федерация активно ищет спонсора, готового помочь оплатить поездку. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа Город.